Здравствуйте, товарищи! Сегодняшняя тема у нас непростая, она состоит в том, чтобы обеспечить, обеспечение выполнения требований Трудового кодекса, о том, чтобы освободили работников от основной работы с оплатой по среднему, если они надлежащим образом оформлены в качестве представителя работников. То есть, если говорить казенным языком, то статья 39 Трудового кодекса гласит так «Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах». Очень просто и понятно написано. Лица, участвующие в коллективных переговорах, запятая, подготовки, проекта, коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трёх месяцев. При этом мы с вами опираемся на главу шестую «Коллективные переговоры», в которой есть ещё 36-я статья «Введение коллективных переговоров». Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о начале коллективных переговоров. Ну а когда могут работники такое предложение давать? Когда они проделали все те действия, которые необходимы для того, чтобы себя оформить в качестве представителей работников. Или конференция прошла, или собрание прошло, которое их утвердило, скажем, 8 человек представителей работников. Или прошла профсоюзная конференция, которая их утвердила при условии, если в профсоюзной организации более половины работников. Тогда как бы и не обязательно конференцию работников собирать, потому что раз в профсоюзе более половины, ясное дело, что профсоюз соберёт конференцию и получит половину голосов работников всяко. Вот мы будем рассматривать такой вариант, или такое вот положение, которое здесь записано, которое так легко записано, и как трудно его осуществить. Почему? И вообще надо сказать, что вот я уже говорил однажды, что я как преподаватель, и каждый раз принимая экзамены у дорогих конфликтологов, хоть бакалавров, хоть магистров, каждый раз убеждаюсь, что что-то в моём преподавании ущербно. Почему? Потому что мне всё время рассказывают, что написано в законе. А я всё время вспоминаю, что нам говорил профессор Рященко Борис Романович, один из создателей социального планирования, когда я работал на экономическом факультете, мы с ним вместе работали на кафедре управления и планирования социально-экономических процессов. И вот он говорил, что гладко было на бумаге, а забыли про враги, а по ним ходить. Что значит? Смотрите, как написано. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трёх месяцев. Как специалист-юрист, как профессор по кафе экономики и права, хочу вам на этом остановиться и объяснить, что вот это так, то, что так написано, здорово. Если вы думаете, что вот вы это прочитали, это и будет, ничего подобного. Никто это так просто вас не освободит. Во-первых, написано «Освобождаются». А что такое «ся»? «Освобождаются»? «Ся» — это что? Раскройте. А? Что это означает? «Ся»? «Ся» означает «себя». Правильно? «Освобождаются». Вот в законе и написано. Вот это «ся» мы даже сегодня будем и рассмотреть. Любые блага, гарантии и компенсации, которые записаны, они требуют каких-то действий, сосаны работников, если им полагается. Если вы эти действия не совершите, то ничего не получите. А какие действия? То это вот надо глубоко подумать и продумать, какие действия надо совершить для того, чтобы это получить. В свое время Починок, который ушел уже в мир иной, и который говорил про то, что минимальная зарплата будет на уровне прожиточного умения не ранее, чем через 15 лет. И он это сказал и умер. И действительно прошло 15 лет. И только в этом году появилось решение, закон, о котором уже президент говорит, согласно которому теперь у нас зарплата, может быть, не ниже, должна быть не ниже прожиточного минимума. А до этого времени, несмотря на то, что соответствующее положение есть, она не действовала, такая статья. А вот есть статья «Заключительные положения» в кодексе, часть 6, статья 421. Порядок и сроки введения минимального размера оплаты труда предусмотрены частью 1 статьи 133 настоящего кодекса. То есть в статье 133 написано, что ваша зарплата, дорогие трудящиеся, минимальная должна быть не ниже прожиточного минимума. А в статье 421 записано, что эта статья 133 вводится специальным законом. И вот специальный закон появился не в 2002 году, когда уже кодекс был введен, а в 2018 году. А до этого, значит, можно платить зарплату меньше прожиточного минимума. То есть заведомо знает государство, что вы, допустим, получаете минимальную зарплату, меньше прожиточного минимума. Вы умрете. Ну поскольку минимум, что такое прожиточный минимум? Что если меньше будешь получать, умрешь. Государство знает, что вымирает население. И продолжает осуществлять вот те нормы, которые записаны в Трудовом кодексе. В частности, записаны в 421 статье. Вот я сейчас ее открою. Эту 421 статью. Порядок и сроки введения минимального размера оплаты труда предусмотрено частью 1 статьи 133 настоящего кодекса. Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до размера предусмотренного частью 1 статьи 133 настоящего кодекса, то есть прожиточного минимума, устанавливаются федеральным законом. То есть кодекс принят, но пока не будет специального федерального закона, это не будет. И вы не было. Сколько не было? 17 лет. В первом году уже приняли кодекс, но во втором он вошел в действие. А 17 лет не было. За 17 лет сколько народа умерло, которые получали такие суммы? Меньше прожиточного минимума. Ну это может вообще, это нормально что-то. Меньше прожиточного минимума зарплаты. Это же не говорится о нормах там питания. Это вообще в этом разговоре никакой не идет. Это просто вот минимум, прожиточный минимум тут не обеспечен. Со мной как-то докеры были во время прохождения Трудового кодекса Фонда Работчая Академия. Мы присутствовали на заседании комитета, по труду и социальной политике, Государственной Думы. Они хохотали, когда они услышали, что там, скажем, нужно две пары там носков, это прожиточное минимум. Потом два килограмма помидоров и огурцов на год. Это потребительская корзина на год. А там были товарищи из Нижнего Новгорода, у которых там хорошие участки, они большие вырожаи получают. И они не надеются на то, что они пойдут в магазин. Но они, как увидели это, они, конечно, увидели и удивлялись, чем там занимаются. А занимаются они, не получая прожиточное минимум. Сколько получают зарплату товарищи из Думцы? Сколько, как вы думаете? Как вы думаете? Сколько? Сколько? 1200. Ну, видно, что народ нищий, такие мысли нищие. 400, не хотите? Но если взять вот вас, с вашей стипендии 1500, и сколько уже 600? О, я вас поздравляю, 1600 и 400. 401, 600, поделись пополам, сколько будет? 200. Вот, вот у вас мысль-то и 200, вот она и пришла в голову, что вот где-то так вы на этом уровне чувствуете, что у вас среднее, это с Думцами. Если взять вот одного Думца и вас, вот как раз получается по 200 тысяч, чуть-чуть с ГАКом. А еще у Думцев есть специальный закон, он не у Думцев, а вообще у госслужащих. Потому что есть, и название очень хорошее, один называется закон о трудовых пенсиях в РФ. Есть трудовые пенсии, а есть пенсии, которые не называются трудовыми, но и не называются не трудовыми, но подразумеваются, видимо. Закон о пенсиях в госслужащем. Согласно закону о пенсиях в госслужащем, пенсия выплачивается в размере 75% от дохода по занимаемой должности. Вот если занимаемая должность 400 тысяч дохода, то сколько пенсии будет в этих людей, скажем, тяжелой работой занимавшись? 300 тысяч. Ну вот. С чего желаю вашим родителям? У вас не в Думе родители заседают, нет? Ну, значит, вам не повезло. Все время приходится вот каких-то иметь дело с неудачниками и неуспешными. Ну что вы будете... Так прямо и называют. А вот Жорес Алферов в своей статье, которая была опубликована 3 октября в российской газете, сказал, что вот у нас сложился такой строй, когда одни собственники у других собственников пытаются часть собственности забрать. Ну, это само собой, что сначала они заберут от рабочих, от трудящихся, а потом между собой, так сказать, перетягивают. И вот те, кому не удалось отхватить большой кусок собственности, это неудачники или неуспешные. А те, кому удалось отхватить, все удачники и успешные. Вот такая картина. Вот так мы и живем. Так, но у нас ведь другой критерий. У нас есть критерий такой, что вот, скажем, был диаген-философ, он жил вообще в бочке. Показать свое презрение ко всяким материальным благам. И он известен, хотя и жив, сидел в бочке. А другие в дворцах, и дураки дураками. Поэтому никто нам с вами не мешает развивать свой мозг, да, и развиваться. То есть не то, чтобы, так сказать, все условия для этого созданы, но у нас неплохие условия для этого, потому что вы учитесь в Санкт-Петербургском университете, и от вас требуется творчество. К чему я вас и призываю, у отцов. Как хотите, так и анализируйте тот проект трудового кодекса, который я вам дал. Это вам поле для творчества. Ну вот, то есть вот так бывает с некоторыми нормами. Так и здесь. Что значит лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, соглашения, освобождают вся от основной работы? Что это означает? Как вы это представляете на практике? Кто должен быть издан приказ об освобождении? Или вы просто не пойдете и все? А это лица особо привилегированы. Они могут позже приходить. А почему? Потому что у них были трудности на пути сюда. И думаете, я их ругать буду? Ни за что. Люди трудности преодолели и пришли. А вам легко было сюда прийти. Поэтому не за что вас и хвалить. Так получается. Если диалектически к этому подходить. Короче говоря, речь идет об освобождении работников от работы. Вы можете просто, если вас избрали, назначили, есть протокол, конференции, написано, что Иванов, Петров, Сидоров и Степанова, Трифилова и так далее, избранные вот в эту самую группу для проведения переговоров, для ведения переговоров с работодателем по заключению соглашения или в том числе и коллективного договора. Это же вид соглашения, правда? Вот вы что, если есть такое решение, оно вас освобождает от работы? Нет. Кто может освободить вас от работы? Только работодатель. В лице кого? Работодатель – это организация. Вот куда вы в эту организацию пошли? Организация может быть ООО, там ЗАО, ПАО. Они все время меняются. То было закрытое Александрное общество, а может быть открытое ОАО. И вот представитель этого самого генерального директора или директора этого работодателя должен сдать соответствующий приказ. А если он не сдаст? Вот у меня есть друг и товарищ, который живет в Сестрорецке и работал на Сестрорецком хлебозаводе водителем и был председателем правкома. И я с ним подружился таким образом, что у нас была большая компания по пропаганде проекта Трудового кодекса фонда Рабочая Академия. И я, поскольку у меня там дача есть в курортном районе, я решил зайти на хлебозавод и узнать, кто там председатель правкома и чем он дышит. И вот я пришел прямо к проходной этого самого завода и спросил, а вы не знаете, где председатель правкома? А мне говорят, так он здесь сейчас сидит, он сейчас выйдет. А он там сидел как раз, он водитель машины, который возит хлеб, французов Николай Павлович. Он вышел, и мы с ним побеседовали и познакомились. Ну и в дальнейшем я был, так сказать, постоянно в курсе дела того, что делается там на фестеральском заводе, поскольку он председатель правкома, не освобожденный, рабочий. Достаточно активный, участник Российского комитета рабочих, и он, так сказать, занимался коллективными договорами и так далее. Ни разу ему не удалось при всех переговорах, которые он проводил с работодателем, ни разу ему не удалось освободить от работы тех, кто согласно вот этой статье 39-й, освобождается от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон на не более трех месяцев. А вот что касается докеров, у которых я был консультантом, у них было хорошо быть консультантом, потому что я не только их консультировал, но и сам многое узнал. Я ни разу не видел такого случая, чтобы кто-то шел на переговоры, или что-то разговаривал с работодателем, или с его представителями, не будучи освобожден. Более того, они иногда вели переговоры по коллективному договору продолжительностью 8 месяцев. Это что означало, согласно этой статье? 8 месяцев. Нет, неправильно. Неправда ваша. Вы закон нарушили? Вы что делаете? Это закон. Три месяца. Раз вы, если вот по три месяца отсидели, денежки получали, ходили тут, будоражили наш коллектив, все, закончилось. Это за раз приходят, вот они, голубчики, так сказать, снова их на очередные три месяца и приказик, пожалуйста, издавайте. И вот, иначе, и на это работодатель шел. Почему? Потому что он не хотел приближения того времени, когда начнется забастовка. Поэтому лучше пусть они сидят, вот эти 8 человек, новых, и сидят и разговаривают, чем 800 человек сразу. Раз, и остановят свою работу. И тогда будут страшные потери. колоссальные потери, которые потери работодателей. Поэтому они, перед лицом этих потерь, они, говорит, вот и шли на это. И поэтому было так вот. И потом, если еще затягивается, ну, эти закончились сроки новых. Давайте снова решение нового, новой конференции, о том, что другая группа теперь провожает переговоры и продолжается, и все. Ну, а что касается председателя правкома, допустим, освобожденного. Если он освобожденный, так ему это не надо. Он оплачивается за счет профсоюзных средств, он при этом все время присутствует. А работники, непосредственно рабочие, которые... Рабочие очень хорошо. Почему? Потому что, ну, на это европцев легче надавить. Потому что уволить любого какого-то представителя каких-то служб гораздо легче, чем представителей рабочего класса. Почему? как его уволить? Ну, что вы за коем купите? Он приходит на работу вовремя и пьет. Может, он где-нибудь и пьет, но... Я вот был свидетелем разговора товарища Фомичева, который был председателем правкова на первом районе, который говорит своему генеральному директору, вот мы тебе дали бумажку о том, что мы даем согласие на увольнение вот этих пьяниц, а вы их не уволили. А почему не уволили? А потому что нужны такие люди, которые были, зависимые от работодателя, которых можно уволить, потому что у них были выпивки, нарушения. Раз их, если у вас есть два выбора, можно и уволить после этого. А они на это не идут. Поэтому докеры, именно потому что у них коллективный труд, и, соответственно, зарплата зависит от общего успеха, там целые бригады в 200 или в 300 человек. Понятное дело, они, сказать, очень негативно относятся к таким вещам, как к пьянству. Идите там, идите вы, уехали домой, там, что хотите делать, но на работу прикидывайте, как стеклышко. Как стеклышко, иначе сам профсоюз будет выгонять. И вот есть статья 39, которую мы с вами рассматриваем, трудного кодекса. Такая запись. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах в период их введения, не могут быть без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя. Здорово. Здорово. Введение трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с настоящим кодексом иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. И окончание полностью зачеркивает все, что до этого написано. Их и так не могут уволить по каким-то статьям, по которым не предусмотрено увольнение. Правильно? Значит, речь вот о статьях, но, наверное, сами и работники тоже разбираются в этих статьях. Мышлен работодатель говорит, что он нарушил, а работник считает, что он не нарушил, что это только форма, что это только предлог уволить того, кто ведет эти самые переговоры. Поэтому это вот добавление в редакции федерального закона от 30 июня 2006 года. И вот вы видите, когда читаете этот кодекс, там везде всякие там фразочки в редакции федерального закона вот еще там от 30 июня 2006 года. То есть все время что-то туда вставляют или что-то оттуда изымают. И поэтому вы можете, если вы взяли старый кодекс, вот у меня в этом смысле даже старый, у меня тут вот состояние на 20 ноября 15 года надо новый взять. Поэтому вам я не советую брать, надо брать вот самый свежий. Почему? Потому что там может быть чего-то из этого нет и чего-то вставлено. А поскольку там все время инициативы идут в Думе, потом из Думы идет в Совет Федерации, из Совета Федерации на подпись президенту, после этого публикуется в российской газете, вы ее не читаете, наверное, российскую газету? Потому что вы бы ослепли, если бы вы читали там вот эти вот мелком шрифта напечатанные законы. То есть там мелким шрифтом все публикуется, все, что принято. Дешевая газета, количество этих страниц, которые выкладываются, эти законы, от количества страниц не зависит цена газеты. 10 рублей и все равно. То есть бумаги вы можете купить очень много. Прочитать это совершенно невозможно. Но это все есть. Но потом для этого есть люди, которые читают, которые вписывают и так далее. А потом существует такое грозное требование. Незнание законов не освобождает от ответственности за их невыполнение. Обнародовали? Обнародовали. Вот есть, скажем, вы можете набрать и в интернете есть, любой закон вы можете набрать в интернете. Если вы не знаете, но вы не набрали, значит вы виноваты. Вот и все. Набирайте. А раз вы не набрали, значит вот так с вами поступают. Поэтому я хочу как-то вот это предупредить, то, чтобы у нас такого не было на зачете, что вы будете мне рассказывать, что написано. А мы обсуждаем не то, что написано, а что нужно делать с учетом того, что написано. Написано это одно, а что делать? Вот вопрос. Вот как сделать так, раз написано освобождает «ся», а «ся» это означает себя. Вот как вы можете себя усвоить? То есть вам надо добиться принятия этого приказа. Значит, если вы придете на переговоры, а вас, директор скажет, приходите там во вторник, это значит, что вы можете прийти в это время. И понятно, что это не будет нарушением вашего трудовых обязанностей, потому что вы придете, пригласит вас генеральный директор, и вы придете и сядете. Потом закончатся эти, поговорить и скажут, ну хватит, идите на рабочие места. А вы пойдете на рабочие места. То есть у вас времени ни для подготовки нет к этому разговору, ни для обдумывания того, что вы получили, какую информацию вы получили, ни для того, чтобы вы пошли в другие отделы, бригады, вы же представителем кого являетесь? Коллектива. Вы не можете никуда пойти, потому что если вы пойдете в ваше рабочее время, так, вы покинули свое рабочее место. Выбор. Второй раз увижу. Второй выбор. Третий раз. Что? Да, увольнение. Достаточно. Два выбора, третье увольнение. Никто никогда не восстановит. Ни за что. Почему? Потому что все соблюдено. Поэтому вот из этого маленького такого кусочка надо сделать такой вывод, что никаких переговоров с ними до тех пор, пока не будет заключен, не будет издан соответствующий приказ. Ему надо объяснить. Нет, мы не можем прийти, потому что вы не сделали то, что вы обязаны согласно закону. Вы, пожалуйста, освободите нас от работы. И не на время переговоров, а на период переговоров. Период какой, может, не знаем, сколько мы будем переговариваться. Это бывает очень сложно. Если вы сразу согласны с тем, что мы предлагаем, да мы завтра уже пойдем на рабочие места. Правильно? А если мы с вами не согласны, а вы нас хотите, так сказать, этому принудить, нарушить, у нас есть определенное задание от коллектива. мы уполномочены его интересы отстаивать. Поэтому, если это будет встречаться с разными препятствиями, которые вы же и поставите, может, это будет и не три месяца, а девять или девенадцать. Откуда мы знаем? Это ведь не от нас зависит, а от кого зависит? От вас. Поэтому давайте вы сначала сделайте, что положено в соответствии с этой статьей. То есть вы уже будете трактовать это ся. И что это кем освобождается? Это ся, конечно, но вы должны нас освободить, должны. Смотри, соседу тридцать, дядя. А он не делает. Наши действия. Что делать будем? Поэтому ни в коем случае не надо садиться, это значит, все вы провалили, уже ничего из этого не получится, ничего вы не организуете, потому что никакие переговоры, вы связаны по рукам и ногам. Вы не знаете позицию работников, не можете им ничего довести, или будете бежать, когда они грязные моются или одеваются и уходят с работы, или утром они пришли, только что, только-только приехали, бегом бегут, в раздевалке одеваются, в рабочей одежде, вы собираетесь им что-то там говорить, они говорят, да-да-да-да-да, и побежали дальше. То есть, если это будет так, если вы эту задачу не решите, то вы не решите и дальнейшие задачи. Поэтому это вот, знаете, как бывает, если вам нужно взять высоту, и вы сразу ее не взяли, а дошли до половины, что нужно сделать? Там окопаться, да? Или вернуться назад? Нет, окопаться, вас будут стрелять все время, вы там прямо на лобном месте, просто вас уничтожат. Вот если вы наверх забрались, там вы уже там на ту сторону горы сами залегли, а ваши орудия на этой стороне уже там дуло торчат, и вы можете бить по тем, кто пытается в гору подняться, то есть, это выгодная позиция. Или вам надо снизу бить наверх. А если вы где-то вот на половине горы, то это, так сказать, это дохлый номер. Так и здесь. Если вы вот в этом вопросе не добьетесь победы, то считайте, что это вот борьба за вот эту самую, за этот текст, соглашение или за этот коллективный договор, который вы, проект которого вы в руках имеете. Потому что, ну, у вас нет никаких средств, вы же сами вот эти восемь человек разве могут решить эту проблему? Работодатель может всегда, у него одних только заместителей генерального директора меньше, больше, наверное, чем вас. Он их придет, переведет, а они с утра до вечера только и делают, что разговаривают и пишут. А, так сказать, а у вас такого опыта нет, они вас переговорят. То есть, надо понимать, что вот это начало чего? Это начало уже не спора. Потому что спорить, ну, вы сказали ему, сказали, он не сделал, значит, надо переходить к чему? Конфликт у вас. Конфликт, значит, надо другие действия. Какие? Вы уполномочены? Уполномочены. Вам люди поручили, поручили. Вы должны людям сказать, что делать. Что надо делать в этом случае? Во-первых, вам не надо твердо ему сказать, что мы будем это оспаривать. Вы нарушаете закон. И вам выгодно по этому вопросу выиграть, потому что, если вы докажете, что он нарушитель закона, вам поверят и в другом вопросе, когда пойдется дело о содержании соглашения. В соглашении там будет о том, что у вас увеличен отпуск будет на три дня. в связи с вредностью. И молоко будут давать, и, между прочим, матерей будут отпускать. И никуда в командировке не посылать, когда у них маленькие дети и так далее. Мало ли, это такие серьезные вещи. Так вот, для того, чтобы вот там выигрывать, нужно здесь уже своего контрагента поставить в определенную половину, что он нарушитель законов. Так вот, он уже попался. То есть, для тех, кто борется, то есть, для тех, кто, так сказать, этот конфликт понимает, в чем он состоит, для него поведение этого работодателя – это, так сказать, настоящая доходка. Он начинает тогда его здесь упаковывать. Кому вы можете пожаловаться? Во-первых, вы можете пожаловаться в государственный орган. Он же государственный закон нарушил. кто у нас наблюдает за полным и точным соблюдением законов? Кто за органы в стране? Товарищи конфликтологи, вы знаете, кто у нас наблюдает за точным и полным вопросом? А? Вот, она знает. А вы молчите. А что вы молчите? А что вы хитрые, наверное, какие-то? Она уже выдала себя, что она знает закон. прокуратура. Хотя наша прокуратура несчастная российская, потому что подряд трех этих самых генеральных прокуроров репрессировали. Например, был сначала такой прокурор, которого заключили под стражу, и он там три года под стражу находился. Потом выпустили. Так никто и не знает. За что? его посадили. И как его выпустили? И все. Потом был такой Скуратов, генеральный прокурор, уже ближе к нашему времени, в ельцинские времена. Скуратов что-то не понравился там Ельцину. Во всяком случае был такой сделан два обвинения ему, что якобы где-то он какой-то массажирский был, и такое видео было показано. И второе, что у него много костюмов. у меня тоже дома там три-четыре костюма есть. Я думаю, а мне еще кто-нибудь подарит, или сына, еще кто-нибудь, потом возьмет меня генеральную прокуратуру вдруг, возьмет и снимет, потому что откуда у профессора моего четыре костюмы. Все-то тут явно не трудовые доходы. Сейчас все обвинения со Скуратова сняты. А в то время, пока Скуратов отставил свои права по снятию всех обвинений, в его кабинет залетела Чайка. То есть нынешний генеральный прокурор, его фамилия Чайка. А когда уже Скуратов туда пытался зайти, а в кабинет его не пускает уже Чайка, все, и Чайка там и сидит. А Скуратов пытался куда-нибудь на другие должности попасть, но его как эту птицу, которую они предполагали, все время отметают и все. Поэтому с точки зрения, не с точки зрения, понимания роли прокуратуры, она действительно должна следить за полным и точным соблюдением законов, но если у вас в нокаутиру, в нокдауне находится генеральная прокуратура, один генеральный нокдауни в тюрьме сидел, второго выгнали, и третий Чайка, у него тоже там, у сына нашли много всяких разных богатств, которые он обладает, но он как-то выхидел, и прокуратура это очень защищала и крышевала владельцев игровых автоматов и игровых всяких заведений в Московской области. Она добилась того, что она потихонечку всех вытащила из места заключения, поэтому она как-то и сражалась не иначе, как со Следственным комитетом. Так что мы с вами живем в таком мире, где существуют не просто какие-то абстрактные понятия, а конкретная какая-то борьба, идет и конфликты. То есть нам, конфликтологам, даже не рассказывают, какие есть страшные конфликты, на каком уровне, и мы даже это и не предполагаем, но на самом деле конфликты, они населяют этот наш мир, от них никуда не уйдешь. Поэтому у нас единственный только способ в тех конфликтах, в которых мы участвуем, что мы должны делать? Что мы должны делать в конфликтах? А? Вот, к вам обращайтесь. Что вы должны делать в конфликтах? Занимать самым выводом заниматься. Занимать это же сидеть. Вот вы заняли там позицию на последнем ряду. Это самое выгодное. Если я буду за вами гнаться, вы первые вылезнете. И для этого победить надо в конфликте, а вы хотели занять самую выгодную позицию. Позиция это позиционная борьба. Вы сидите, а по сидячим больше всего, если я сейчас кину что-нибудь тяжелое, я вас попаду, а если вы все время бегаете, я уже не попаду. Почему взять на позицию надо занять? Не позицию надо, выиграть надо в этом конфликте. Выиграть. Слышали такое, что вера в победу то есть фактор победы. Что ли, нет? Вы в победу верите, товарищ конфликтолог? Ну так надо, то есть что вы должны объяснить? Вы собираетесь, поскольку противоречия в жизни бывают, вы на какой стороне противоречия? Вы за правду и справедливость или против правды и справедливости будете? У вас какая-то позиция есть? Вот я как-то был у нас мощный международный конфликтологический конгресс, и я в нем участвовал, в частности по секции трудовых конфликтов и вел ее. А потом у нас было большое там мероприятие праздничное уже в другом заведении. Вот я, скажем, так выступаю и поздравляю всех конфликтологов с участием. Говорил, что ну вообще хорошо бы, чтобы конфликтологи в этих конфликтах занимали бы прогрессивную позицию, а не реакционную. Они просто стояли посередине, потому что тот, кто бегает посередине, его бьют с двух сторон. Если вы будете ходить по баррикаде, то знаете, вот две стороны и у тех, кто ходит по баррикаде и стреляет с двух сторон. Потому что это самая невыгодная тропинка, которую можно проложить. И забьет и убьет. Поэтому вы должны решить для себя, за что вы выступаете. За правду, справедливость или наоборот. И, так сказать, отстаивать эту позицию. Или смотреть, а кто больше денег даст, того и поддержим. Может быть и такая позиция, я ее не исключаю. Короче говоря, вот в этой ситуации, которая тут вкладывается, значит, надо, куда вы можете, в прокуратуру. Чем хорошо обращаться в прокуратуру? Потому что прокуратура действует быстро. В каком смысле быстро? Относительно быстро. А в каком смысле относительно? По сравнению с другими организациями. Потому что если вы в суд пойдете, это надолго. Это только подготовка этого искового заявления займет какое-то время. И когда вы его подготовите, пошлете, потом через полмесяца получите, что у вас приостановлено рассмотрение вопроса о принятии вашего заявления в связи с тем, что надо то, 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 то сделать, и вам дан срок. А уже почта вам прислала тогда, когда срок закончился. Поэтому начинать с начала. Это сплошь и рядом такое бывает. Об этом мы отдельно поговорим, как вот тут не попасть в такую ловушку. А вот давайте с прокуратурой разберемся. И как вы собираетесь? Письмо туда написать? Прокуратуру-то? А? Заявление. Написали. Написали письмо. И дальше как послете его? Ну вот присчитайте, что я прокурор. И вы мне прослали письмо. А у меня этих писем, таких, как вы, море. Вот я получил это ваше письмо и сразу смотрю, это заказное письмо или не заказное. Если не заказное, что я с ним делаю? Вот просто приятное иметь дело с человеком. Правильно, я не выбрасываю, я аккуратно кладу его в урну. Почему выбрасываю? Зачем вот такие слабавки? Что вы хотите как-то наше принизить, оскорбить наш этот орган? Если вы даже не додумались до того, вот, вот, вот голова, чувствуете, голова, отсортировываю, отсортировываю. Это вот пустые люди написали, которые даже не думают о том, что неужели хороший человек, умный, не додумался до того, что я не буду рассматривать то, что даже не заказное. Правильно? А с заказным с уведомлением о вручении или нет? С уведомлением что значит наверно? Ну вот, начинается. Мы вот с вами никак не можем начать двигаться дальше, бороться, потому что вы еще даже в уркатуру не можете нормально отправить. Ну да. Ну да. Почему? Потому что придет вам о простое или заказное у вас уведомление. Зачем вам заказное? Это вам придется топать на почту. Зачем вам ходить на почту? Кинут вам уведомление, приходит, нормально. У вас хоть одно за всю вашу жизнь потерялось, письмо простое. Вот я вам докладываю, мне от рождения 73 года. Сколько я писем не посылал, простым письмом не было случая, чтобы не дошло. Не было вообще. У меня сын работал одно время в ДСЛ, когда я на почте служил имщиком, это немецкая, так сказать, компания. Ну, автомобиль давали и он возил. Это в 10 раз все дороже, но делает то же самое, что наша почта. Да, а почта наша, ну, можете представить, вот вы просто письмо отправили. Ну, вы знаете такой случай, чтобы кто-нибудь взял почтальон и выбросил его в помойку? Я таких случаев не знаю. Ну, вот если вы в Ташкент, то как-то однажды отправляли колбасу, колбасу оттуда достали. Ну, а что вы хотите? Ну, если пахло так из этого посылки, ну, это невозможно было. Ну, может, потерял сознание. И он единственный выход был спасти жизнь, это открыть и съесть. И вы будете этого человека судить? И когда все выяснилось, и что думаете те, кто посылали, потребовали наказание этого человека? Да нет. Это понятно. Короче говоря, здесь вы не колбасу посылаете, а вы посылаете. Но поскольку это серьезный вопрос, вы должны доказательства представить, что вы посылали. И сроки все знают. Сроки знают, потому что во всем есть сроки. Сколько вы, если куда-то вы обратились в государственное учреждение, в течение какого времени вам должны ответить? Вы закон знаете, нет? А что вы не знаете законов? Конфликтологи. Они занимаются, собираются конфликтами. Вы там все время сами будете нарушать. Месяц. Месяц. Поэтому вот если вы письмо президенту, вот сейчас, сейчас послушаете, я вот, и что-то возмутитесь и напишите письмо президенту, в течение месяца вам пришлют ответ. Вот сейчас прямо у вас с интернетом этот ваш телефон, вот прямо сейчас можете набрать письмо президенту, сразу открывается там бланк, остается вам указать, кто вы там, служащий, рабочий, и текстик коротенький. Хотелось бы знать, когда нам повысят стипендию, хотя бы до двух тысяч. Например, такое письмо, что плохого? Вы такие письма не пишете? Потому что, например, сидят люди в приемной у президента, они туда же придет ваше письмо, что думаете, прямо Владимир Владимирович будет читать? Нет, но придет приемный президент, они докладывают. От студентов ни разу не пришло письмо, что им недостаточно этой стипендии. То есть, видно, что вы перекормлены. То есть, просто вы такое средство нашли, как похудеть, и если вы, скажете, хочешь похудеть, спроси меня, как? Вот спросите, как я удалось похудеть? А вот получаю стипендию и пытаюсь на эти средства и жить. Жить на них нельзя, но похудеть точно можно. С такими средствами. Ну вот, короче говоря, вам нужно иметь дату точную, когда прокуратура, она отвечает, они вам ответили. Хочу, а теперь советы от специалистов. Значит, не посылайте вы письмо, идите на прием к прокурору. К какому вы пойдете в прием к прокурору? У вас в вашей организации, вот где вы работаете, она находится в каком-то районе. Прокуратура там все по степеням. Скажет, что вы послали черти куда, вы были у районного прокурора? Может районный все решит? Так вы идите к районному прокурору. Почему? У них есть такой порядок, с личного приема все рассматривается гораздо быстрее. Более того, если я вот лично вас принял, мне же надо продемонстрировать, что вот когда я лично решаю, обычно это сам прокурор районный, я лично решаю, так это не то, что вот он там, вот вы к нему пошли, а он там еще к кому-то. И я, значит, на особый контроль беру. И надо, а я демонстрирую, что кто ко мне пришел, я-то хороший прокурор. Не о вас я думаю, а о себе я думаю. Мне надо тоже думать все, что я требую, чтобы исполнялось. Поэтому я там потом позвоню, скажу, а что у вас до сих пор не оформлено? Вы что, не читали статью? Вы что, не знаете, что бывает, когда вы не выполняете законы? Позвонил прокурор вашему прокурородателю и скажет. А это совсем не то же самое, что вы позвоните или зайдете. Поэтому на прием, но на прием с чем надо прийти? С заявлением или с пустым? Зачем заявление? Зачем? А? Не на всякий случай. Потому что он не будет думать о вашем, он забудет через пять минут, с чем вы приходили. Говорит, хорошая девушка приходила, мы с ним хорошо поговорили. Все, что у него останется. А вы должны ему дать бумажку, копия, которая у вас остается. А он на уголочке вот здесь уже раз пишет, зам прокурора такому решить. И уже это другие отношения. Это не вы там за своим работодателем и не вы с прокурором. А отношение того, кому написали эту бумажку, если у вас не будет этой бумажки с вашим обращением, даже не важно, что вы там написали. Важно, чтобы на ней написал резолюцию прокурор, который с вами разговаривал. А вы придете, красиво выглядите, все хорошо, поговорили. Я к вам пришла, потому что знаю, что вы решите вопрос. Скажите, а что вы пришли? Ну, потому что проблема возникла, и я знаю, что вот мне сказали есть такой хороший человек, прокурор, вот нам даже преподаватель говорил на занятиях, идите к прокурору, потому что эти люди все решают, а эти не решают, а вот эти решают. Я и пришла. Ну, что он может сказать? Ну, хорошо, он тогда напишет. Доброе слово, и кошке приятно. И прокурору. И вот вы с ним поговорили, он написал, и пошла с резолюцией бумага. А тот прокурор производит прокурорскую проверку. Мои данные о прокурорской проверке говорят так, что если вот в этом случае, когда им легко решить, они и решают. Когда тяжело, они обычно пишут, что в настоящий момент нет оснований для принятия мер прокурорского реагирования. Они не скажут отказать. Нет, ну как можно вам отказать? Не то что. Нет оснований. В настоящее время, а вы все где-то найдете там, как на это нажать и на что наступить, а потом они будут реагировать. Ну в настоящее время они реагируют. Это не значит, что они вообще отказываются реагировать. Не надо так в мрачном свете все это подавать. Так, это все? Ну вы уверены, что будет такое решение? Не уверены. Поэтому, а у вас есть второй человек, вы тоже в группе в этой? Вас тоже делегировали? А вы куда пойдете? В Рострудовую инспекцию. Во! В Рострудовую инспекцию. Наведете адресочек в Рострудовую инспекцию и пораньше приходите туда и книжку возьмите, в том очереди. Придете на прием в Рострудовую инспекцию и опять ту же самую песню. Что мне сказали, что вот такая ситуация, вот я тут как темный человек, но не совсем темный, вот прочитал, что гарантии компенсации, статью 39, ну не наш чего-то, я не знаю почему, но не выполняет. Что делать? Я куда? В инспекцию, потому что инспекция что делает? Она надзирает. Но уже надзирает по каким вопросам? По трудовым. Роструд. Вот как раз Роструд, вот как раз к вам я и пришла. Помогите эту проблему решить. Вы можете такую проблему решить? Она же не может сказать, что она не может проблему решить. Правильно поставить надо вопрос. Что это за Роструд инспекция, если она расписывается в том, что она вопросы инспектирования, то есть рассмотрение того, как идет выполнение законов в этой сфере, не выполняет. Таких с работы снимут. Вы так должны поставить вопрос, чтобы она побоялась, что ее выгонят с работы, если она не сделает. Так? Правильно? Но при этом так мило поговорили. Приятно поблагодарить, надо сказать, вот спасибо, надо же, мне говорили, я не верил, а теперь я убедился. И что? У вас копия есть того, с чем вы бумажку-то принесли? Или придете так? Если придете поболтать, то с болтовнями уйдете. Бумажки, вы же пошли в эти самые... Видите же дела, это дело производства. Деды говорят, вот у нас нет... У нас дело производства везде есть. Производство дел. Тьма этих делопроизводств. То есть производство у нас только ширится, только ничего не производится. А бумаг у нас... Все время, значит, производится бумага, а бумаги эти заполняются, и все шире, и шире, и шире. Кто не верит, зайдите в отдел кадров. Раньше сел там один человек, уже два. Раньше там не было компьютеров, уже три. И так далее. И все бумаг, все больше, и больше, и больше. Так. Рост трудной инспекции, и то же самое. Вы же не знали, что она пойдет в прокуратуру? А не знаешь, вы пойдете в трудную инспекцию. А вы куда пойдете? Что, не знаете, куда надо пойти? Ну вот даете. Ну кто у нас самый, куда всех посылают обычно? На три буквы. Какая есть организация, название которой из трех букв? Сказать? Суд называется. Суд в суд. Идете в суд. Но как вы идете в суд? Что вы делаете сначала? Пишите заявление в суд. Вы никогда не писали заявление в суд? Вот и способ у вас потренироваться писать заявление в суд. Написали заявление. Как вы себе представляете? Вы конечно можете там поинтересоваться, как в интернете как выглядит заявление. Но значит, но вы же идете прямо так вот напишите в канцелярию или вы идете к судье? Вы конфликтолог. Надо с людьми работать. Чего вы бумаги засылаете, засоряете этот самый, наши головы этим людям? Надо идти к ним прямо. Куда вы пойдете? К судье. У вас в вашем районе есть судья. По вашему. Ну к мировому то не ходить. Еще сразу к мировому. Еще в европейском не были. Но название такое смешное. Потому что сначала идет районный суд, потом идет городской, потом есть верховный. А есть мировые, которые ниже районного. Но я всегда говорю, что если вы не выиграли в европейском, идите к мировому суде. Хотя мировой судья, это мелкая для вас, это не для мирового судья. Вам надо к обычному районному суде идти. Идете к районному судье на прием. Идете, посмотрите, как часы, когда он принимает. Потому что если вы придете, когда он не принимает, зато ничего не будет. Если вы придете во время судебного заседания, он или она в черной такой одежде, они так, как судьи, они сейчас изображают судью. И в это время с вами разговаривать ни о чем не будут. Они вот должны решить, они воплощение вообще правосудия и справедливости. А тут вы с какими-то проблемами. А вот когда она принимает на приеме, а вот тут вы как раз и пришли поговорить. Она с вами будет разговаривать, как обычный человек. И как обычный человек она может вам и объяснить, что то, что вы написали, халтура. Идите, переделайте вот так. А если вы пришлете письмо, то есть исковое заявление пришлете, и оно не соответствует требованиям, она вам пошлет с указанием доработать так-то, так-то, что приостановлено рассмотрение вашего заявления, и сроки все приостановлены. Потому что обычно вот если поступило исковое, и оно соответствует требованиям, значит пошли сроки рассмотрения этого искового заявления. А ваше не пошло, потому что оно не соответствует по форме. А раз оно не соответствует по форме, не будет рассмотрено и по содержанию. Вот и все. А если вы пришли к суде, судья вам тут же и скажет, надо вот это делать, вот это делать, вот это делать. Но вы можете пойти и к адвокату, это будет то же самое, только деньги с вас возьмут. У вас лишние деньги есть? Если есть лишние, дайте сюда. Если нету, идите к суде. Прямо. Вот. Третье. Третье. Вы, значит, затеяли в суд. То есть вы, у вас раз, два, три. Это, думаете, достаточно? Но вам же нужно что? Вы что должны сделать? Я еще раз спрашиваю. На этом этапе, когда я пошла битва за то, чтобы вас освободили от работы, за оплату и по среднему. Вы же ничего не хотите делать и три месяца получать деньги. Я правильно понимаю? Так это же, если по 50 тысяч, это 150 тысяч хотите забрать у работодателя. Вот если я работодатель, вы у меня хотите забрать 150 тысяч. Хотите так просто я вам отдам, что ли? 150 тысяч. Но вы верите, что я там просто? Нет. А когда на меня наедут, значит, прокуратура, раз. Рост трудоинспекции, два. Этот уже настратил заявление в суд. Этого достаточно? Это все мы не знаете, как эти государственные колеса. Мы же государство знаем, какого класса? Какого? У нас государство какого класса? Государство классовое понятие или бесклассовое? Какого класса оно? Рабочих, да? А вы не подсказываете. Буржуазное. Ну раз буржуазное, то вы все равно к нему обращаетесь. Оно же должно время от времени, для того, чтобы показать, что оно обо всех заботится, кому-то и чего-то делать. Правильно? Обязательно. Обязательно. Потом, а то ведь каждый раз восемь человек, вы же можете еще, два человека туда обратились, два туда. Это вы обратились в рост трудоинспекцию, а другой тоже может так же обратиться. Независимо. Их тогда соединят. Два дела в одно. И в прокуратуру так же. И в суд так же могут соединять два дела. Им хорошо, у них как бы два дела уже есть, и они это решили. Вот вы обратились в суд, написали. Обычно пишется, такой-то районный суд. Наверное, надо от кого? Но надо писать, истец. Вы за истину или против истины? Только честно говорить. Зависимо, вот и пишите, истец, то есть вы. Вот тот, кто первый подает, тот истец, ему уже лучше. А тот, кто сидел, тюк-те-матюк-те, ждал, когда на него попадут, он уже ответчик. Вот вы, если вы ответчица у меня, в лучшем случае вас что? Оправдают. А в худшем случае засудят. Поэтому у меня такая ситуация была. Вы, говорит Михаил Васильевич, судья, этот мне адвокат говорит, Михаил Васильевич, вот вы будете ответчиком. Нет, говорю, я ответчиком не буду. А как вы не будете? Да так, я сейчас встречное заявление подам. И буду сразу я уже истец. По одному заявлению я ответчик, по другому истец. А истец, он первый говорит везде. Есть еще, кроме Уголовного кодекса, а есть Уголовный процессуальный. Или Гражданского кодекса, Гражданский процессуальный. А процессуальный показывает, как, что, в каком порядке. Если вы его узнать хотите, то есть соображать, как делается, там все написано, как пишется заявление, что должно быть в заявлении. Поэтому прежде чем идти к судье, купите или откройте в интернете Гражданский кодекс процессуальный. И там все написано, как пишется заявление, что в нем должно быть. Потом она вам скажет, вы грамотный человек Вы в университетах обучались? Как Путин? В том же университете, где Путин О чем пришли вы, как такой вот лопух Ничего не знаете, вы давайте вот как Путин Все уже пишите, как следует Так вы наберите и все сделаете И вы будете истец А кто будет ответчик? Вот этот ваш генеральный Ответчик, он нарушает Бог ты мой, нарушил Генеральный директор 39 статью Гарантии компенсации лицам Участвующим в коллективных приговорах Вы как от коллектива или Персонально, свои гарантии Компенсацию Вы что будете защищать? Он то нарушил Интересы всех, но я то защищаю Только свои гарантии, вы Почему? Потому что так все могут туда подать В суд, и будет 8 заявлений Это плохо или хорошо? Хорошо, судьи, что же они Сколько они, у них Одну гребенку сразу могут Если вот вы все выиграете, если Работодатель выиграет, это вот по одному делу А тут сразу по 8 делам Вот вы выиграли И он, мы ему хорошо Судье, у него столько дел разобрано А все одинаковые Под одну гребенку Вот И вот, значит, он кто тогда уже у вас? Он же у вас подсудимый Ну что, друг, будем мы это оформлять или нет? Можете сказать, как насчет? Вам уже и прокуратура интересуется И Рострудинспекция интересуется И вот уже в суде уже заявления лежат Тем более вам нужно заранее сделать Чтобы он не вздумал там шевелиться Насчет следующего А то вообще кого-то начнет Какие-то против вас гонения Лучше пусть с вами не связывается Потому что это страшные люди И особенно эти дипломированные конфликтологи Это вообще звери Лучше с ними не связываться никогда Если уж они пришли Значит, надо как-то, как-то надо Ну что, надо дать денег Кому? Ну кому? Кому положено вот этим и дать Вот этим восьми И ничего не понимают А они понимают Раз сила такая, надо дать денег Это всегда они так думают Что нужно, как решить? Я однажды, как главный редактор Газецы «Народные правды» Судился с комитетом по печати Нашим Санкт-Петербурга Потому что они не хотели нам давать льготу По аренде помещения Белинского, дом 13 10% Но это важно Потому что мы еще 10% могли заплатить А уж 100% никакими силами И вот, Иванович, после очередной, так сказать, беседы С представителем комитета Которые, так сказать, как-то Не выполняли решение суда Я решил зайти к коллегам И на обратном пути из Смольного Зашел в какую-то ближайшую контору юридическую Я говорю, вы адвокат? Да, адвокат Я говорю, я вот тоже Коллега, можно сказать, вам Вот я профессор по кафедре экономики и права Ну, вы же понимаете, мы люди науки А вы же практические люди И рассказал ему ситуацию Что вот никак не получается выиграть Он так посидел, подумал Ну, надо, говорит, надо узнать, кто курирует в ФСБ Дать денег и проблему решить Овару спасибо Наконец-то я нашел решение Сколько я вам должен? Я, коллег, денег не беру И я пошел, так сказать, без денег Никаких ему не заплатил Как бы он меня одарил Так, ну, если мы с вами думаем, что мы это все сделали А мы задействовали всего трех человек пока А у нас восемь Вот А что граждане трудящиеся, которые вас выбрали Так и думают, что вы за них будете биться А они будут смотреть Как на Сидеть на вершине горы Все вместе И смотреть, как в долине дерутся два тигра Так дело не пойдет Значит, сами трудящиеся тоже должны что-то предпринять А что они могут предпринять? Как только они узнали Так надо сделать, чтобы Как только они узнали, что вам не хотят Оплачивать По-среднему Вашу работу в течение трех месяцев И так им стало грустно и скучно Что они сделали следующее Ну, я думаю, при вашей помощи, поддержке и советах Во-первых, они перестали выходить на сверхурочные работы А поскольку вы картину знаете Это вот во всем есть свое хорошее Сейчас почти везде практикуется сверхурочная работа Почему? Я мог бы принять вас всех на работу, четверых А могу двух уволить И тогда я буду платить Вот в пенсионный фонд Там и другие фонды Некий процент от фонда зарплаты В зависимости от количества работников У меня два, а было четыре Правильно? Значит, я уволил А их нагрузку вам Вы будете работать Сколько у вас было? Восемь часов Ну, ничего страшного с вами не будет Вы же человек молодой Шестнадцать часов поработать У вас еще восемь часов остается И вы можете эти восемь часов располагать как хотите Хотите, танцуйте Хотите, спите Хотите, гуляйте Хотите, что хотите, делайте У вас восемь часов еще остается А этих вот Я уволил Они вообще опоздали Такими надо решать вопрос очень круто Уволил И вдруг Вот вы Которые шестнадцать часов работали Вдруг начали приходить За пять минут До начала работы Вы что-нибудь нарушили? Просто вы обидели за товарищей Мы же за них голосовали А теперь Вы все хотите Я буду шестнадцать часов работать Когда товарищи Вы не обеспечили им Оплату по среднему А вам зачем эти товарищи нужны? Чтобы они ходили по бригадам И координировали все ваши действия Вы же собираетесь потом Отстаивать свое соглашение А если ваше соглашение серьезно улучшает ваше положение Значит вы обратно вернуть хотите много денег Раз вы хотите вернуть много денег Неужели вы думаете, что вот этот товарищ Который является капиталистом И который только тем и занимается Как деньги получает Прямо так вот и отдаст Он отдаст Когда увидит, что превосходство на той стороне Ну так вы должны это превосходствовать Вот первое Своих урочной работы Раз и прикрыли Второе Работа в выходные дни Ну вы же можете не пойти в выходные дни, правда? А до этого вы все время ходили Потому что вас попросил Руководитель Вот вы не пошли Не только вы не пошли А кто пойдет в выходной день Или сверхуочно Он кто? Кто? Как его называть? А? Не слышу Нет, ну это вы так очень резко Но не точно Стрихбрехером Стрихбрехер Кто придет Не без пяти, восемь Начало восемь часов А без пятнадцати Тот Стрихбрехер Кто будет сверхуочно работать Стрихбрехер Кто в выходные будет работать Стрихбрехер Так? Еще что надо? А что вы так быстро работаете? Ну что так вы быстро делаете? Ну что вы так быстро слушаете? Вот если бы я был Стрихбрехером Я бы как лекцию читал? Вот не так, как я сейчас читаю Во-первых У нас паузы Не регламентированы Паузы заставляют подумать Думайте Над тем, что я сказал Паузы заставляют меня уважать Как лектор Да? А что я уважаю? Болтает и болтает А вот Вот послушайте И вот я на нее смотрю А она думает Что я на нее смотрю? Пусть подумает Потому что впереди зачет Мне ничего не надо говорить Просто впереди зачет Правда и все Этим все сказано И на какой вы ряд Там садитесь Это не имеет никакого значения Важно, может вы вообще Вот Там совсем на дальнем А получите первый зачет Можно же такой быть? Можно А дальнейшее Я могу рассказывать В более медленном темпе Правда? Ой, что я сделал? Правда И так далее И вдруг эти вот товарищи Не потому, что они договорились Это не того, что вы их подговорили А просто когда они узнали Что их И за тем За кого они голосовали Восьми человеком Не выполняют статью Как только они узнали Что статья 39 Гарантия компенсации Лицам Участвующим В критических переговорах Не выполняется работодателям Нашим отцом Родным Мы-то думали Лучше всегда о нем Нам горестно стало Вот вы особенно Вот так, пожалуйста Сидите Вот именно так Вот так И сидят А надо уже работать А они сидят Все И вот так Вот так вот Оставьте Вот именно так Вы сидите Только не надо Руками шурудить А у вас вот машины Механизмы А вы так сидите У своих машин Подходит А что вы сидите? Да вот задумалась я Как-то не работается Ну так и медленно Что-то делаете Насколько вы обычно Норму выполняете? Вот докеры Обычно выполняют Норму на 168% У них там Такая система платы Значит есть норма И есть Приработок То есть если они Дополнительно Сделают работу За более короткое время Им платят Дополнительно Как бы С прогрессом И вдруг они Выполняют норму Вот на сколько Будет теперь норму Выполнять? Ну-ка скажите Насколько Проверяем Да-да И скажите Что я из-за вашего решения У меня началось Даже чихание началось Потому что Как я Как чихну Так вспоминаю Статью 39 Гарантии компенсации Жалко так мне Моих коллег Которых Насколько собираетесь Норму выполнять? А? Темнота Так все считают? На половину норму? Ну вот За неуполнение Производственных норм Я увольняю Нет Ну сначала Выговор вам Что вы такое Вообще делаете? Вы что на работе Находитесь? Вот Я же здесь Вот перед вами Как законник Главный выступаю А вы переступили Черту закона Это мы не потерпим Здесь в стенах Нашего государства Вы государству Знаете же Это машина насилия? Против вас будет Применено насилие Не надо Сцепляться с государством Государство Должно быть На вашей стороне Сто два процента А у вас было Сто шестьдесят два Не надо Такие подарки Тому кто не делает Не выполняет законы Но и выполнять норму Сто Сто два Вот представьте себе Люди выполняли все Сто шестьдесят Сто шестьдесят пять Сто семьдесят Ходили сверхурочно Ходили В выходной день И вдруг они И бегает Товарищ Тимофеев Который организовывал Это дело Евгений Петрович И говорит Ты что пришел Полвосьмого Срикбрехер Где там И уйди отсюда Приходи без пяти Вы бывали в районе Афтово? Не видели там такой Переезд Через что переезд? Виадок Нет? Не видели? Это там вот В порт Идут Вагоны И раньше Никакого переезда Не было Потому что Проехали и проехали А когда У Докеров Началась забастовка В 2005 году Большая Полуторагодовая Они вот так Стали делать Забастовка Это забастовкой А это же Не к забастовке Относится Выполнение норм Правильно? Забастовка Там в какое-то время А период Может быть Длительный Когда забастовки Нет А уже Меры приняты Со стороны Работников И вот там Стояли поезда И все Перегородили И памятником И Докером Тем Которые Выстроили Забастовку Является Этот Докер Что теперь Если вдруг Не делали Ну вы Ну вы Из любви К работодателю Делали больше Откуда у вас Такая любовь Теперь Теперь любви Нету Все Любовь закончилась Потому что Вот не выполняет Статью 39 Он запомнит ее Хорошо Это 39 Я к них безопасности Вот придет А он Обычно Ничего не делает Сидит И ждет Что кто-нибудь К нему придет А его вызвали Вы И Вызвали И сказали Расскажите Пожалуйста Вот если я инженер Михаил Васильевич Какие у нас Правила Это надо каждый раз Вы читали Бумажки Какие у меня Инструкции Вот если вы должны Есть такая форма Коллективных действий Строгое Соблюдение Инструкции Придя на работу Вы что должны сделать Ознакомиться С техникой безопасности А бывает техника Без опасности Не бывает А раз не бывает Не надо размагничиваться Каждый раз Вот вы должны Пригласить инженера И он вам рассказывает А после того Как я вам все рассказал Что нужно сделать Вот 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 видите Народ какой Продвинутый Задавать вопросы Ну сколько вы можете Задать вопросов Вот он соберется Вас толпа там Это целый цех Да вы можете Вопросы до вечера Задавать А я обязан На все вопросы Отвечать И пока Эти вопросы Не будут выяснены По технике Нельзя приступать К работе Я правильно понимаю А если с вами Что-нибудь будет А руку вам оторвет Кто будет отвечать Я буду отвечать Потому что Я не ответил На ваши вопросы А вы как раз Спрашивали А вот туда Руку Можно Короче говоря Это называется Работа по правилам Это не забастовка Забастовка Впереди Как маяк А это Вот Мы сейчас решаем Один такой простой вопрос На самом деле Это такой вопрос Когда Уже будет 8 человек Не работать Еще и деньги Получать Это круче Чем забастовку Правда же Забастовка Не работаете Ну и ничего И не получаете Хотя на западе Вот есть такие Асы Забастовочной борьбы Которые Когда заканчивают Забастовку Когда они уже победили Вот они говорят Давайте в условия Окончание забастовки Запишем В забастовочный фонд Отправить столько Это денег Чтобы в следующий раз Во время забастовки Они могли Не работая Получать деньги Раз уже проиграл Работодатель Ничего не остается Иначе продолжается Забастовка Бессрочная И вот записано это Но у нас нигде не записано Я таких случаев не знаю Поэтому Во время забастовки Вам платить никто не будет А тут должны платить Вот этим восьми Ну а если восьми получают Они могут с кем-то Даже и поделиться Поэтому вы можете Банкет устроить Для своих За эти деньги Это же хорошо Так Итак Работа по правилам Вы правила знаете? Не знаете Я уже чувствую Потому как Трудовой кодекс Вы не знаете правил А вот я прихожу В следующий раз На лекции А все сидят Меня не слушают А что делают? А читают Все трудовые кодексы Это уже способ Такой борьбы С преподавателями Я же не могу Кстати Вы меня слушаете Нет Говорит Михайлович Я вас очень уважаю Но вот этот закон Он Дума и Советом Федерации Рассмотрен Федеральным собранием Российской Федерации Президентом подписан Опубликован в Российской Годите Сначала мы это почитаем Потом вас будем слушать Нормально это выглядит Я говорю Нет Меня слушайте Что вам этот самый президент Что вам это Дума То есть надо правильно Поставить вопрос И вот вы изучаете Все эти правила И строго По правилам работаете Вот кстати После того Как вы послушали И задали вопросы Скажем У докеров Надо пойти И проверить троса И вот на них Не должно быть Больше разрыва Одной проволочки Проволочки одной На десяти сантиметров Если вы найдете Там где две Все на это Уже нельзя работать Технике Все А вы даже не думайте Если вы начнете работать Это вообще преступление Потому что кому-то руку Ногу оторвет Отдавит Там и запросто идет Такие случаи Когда наехала машина И раздавила человека Сколько хочешь Ну это страшное дело Там Каких только нет На самом деле Случаев опасных Например У нас есть Такое предприятие Которое делает Бумагу Из тряпья Для печатания Фабрику Госзнак Ну там Ночью Женщина Вот Упала Что-то наклонилась Что-то доставала В чан Где это Растворяется Все это тряпье И растворилось И все А уже Таких случаев Когда вот Вы со своими волосами Косыночку не наденете И что будет И намотает Эту косыночку На На Супер Да И раз И скальпа нет И человек все Погиб Моментально И вот Учитывая такую опасность Вы должны Внимательно Все выслушать И все задать Все вопросы И потом пойти И все тебе посчитать И потом Вы должны Уже прийти И приступить Позицию занять А позицию занять А стрелять Не стрелять Вот если Рассчитывают победить Они думают о том Как победить А не о том Чтобы просто бороться Давайте будем бороться Или сейчас Вот как По поводу пенсионной реформы Давайте будем протестовать Давайте я вам всем поставлю Незачет А вы будете протестовать Ну протестуйте И что Вот вы все будете протестовать А я вам всем поставлю Незачет И что Ничего Какие последствия Никаких Я скажу Ну на чем народ пошел И не знают Еще и протестовали Нахал То есть С нами надо тоже Какую-то придумать Такую форму борьбы Но не такую тупую Так Ну вот Я вы и дальше продолжу Как бы нам Еще чего придумать Но вы и сами должны придумать А мы еще В следующий раз На этом остановимся Потому что Эта задача Как-то ее надо нам Наверняка решить Правда? И вот Мы когда все сделаем То есть Надо поставить Противоположную сторону В такое положение Что лучше ей Выполнить Статью 39 Ничего плохого В выполнении Статьи 39 Нет В выполнении законов Мы живем В буржуанном государстве Не ссорьтесь С нашей буржуазией В целом Потому что Этот вот Ваш отдельный Частный буржуа Он хочет поссориться С буржуазией Всей странной России Мы же не Это не о нас Это не мы принимали Это закон А закон это воля Кого? Господствующего класса Вы что с ума сошел? Вот этот человек наш Решил спорить С нашей буржуазией Всей Россией С ума сошел? Надо таких Я не знаю Что с ними делать В тюрьму Так Спасибо за внимание До следующего раза Это мы все Разбирали Что в законе написано Мало ли что написано Освобождать Попробуй освободить Уходим Уходим А еще не знаем Удастся нам Освободиться Или нет Но вы еще Что-нибудь Придумайте Однажды Мы так придумали В голове Политпросвещения Был сильный ливень Мы стояли Прямо Где козырек А тот человек Который мы спырли Стоял как раз Там Куда это все На него лилось Мы с ним беседовали Но и не пускали его дальше Пока его хорошо Не промочило Никакой ответственности У нас за это нет Пожалуйста Развинения Все хорошо Продолжение следует...